Что у нас должен стоять? Ну, я думаю, продукты. Мы же все-таки будем готовить сегодня. Ну, давай сначала расскажем, что мы будем готовить или не будем с этим говорить. Ладно, если сегодня моя очередь... Да, давай, открывай тайну. Тебя очередь, да. А у нас опять базар с поваром или интервью с поваром в Тёрке. Это кофе, мне небольшое внимание. Оно само варится, со сном наливается. А твоя кофеварка просто знает, что я не завтракала. Поэтому она решила... Тебе кофе сделать? К сожалению, не могу. Не могу, да? Ну, хорошо. Ну, хорошо, у нас очередной интервью с поваром. Сегодня моя очередь готовить, или, вернее, показать, как готовят мужчины быстро, бывает вкусно. Ты знаешь, бывает быстро. Вкусно бывает чаще всего. Ну, вот, быстро я не знаю, чтобы готовили мужчины. Ты же профессионал. Короче говоря, блюдо за пять минут. Я бы поехал, да? Давай, я засекаю, подожди. Раз, два, три, время пошло. Так что ты будешь готовить? Ты сначала, ну, так, доставай время, потому что идёт и рассказывай. Вообще-то я тебе хотел завязать глаза и потом же кормить этим готовым всем. Можно я сначала буду подглядывать, а потом ты мне их завяжешь, когда, знаешь, на камеру ты мне их завяжешь, и я буду отгадывать, но видеть я хочу. Потому что... Смотри, это самое простое, что и быстрое, что можно сделать. Ты будешь помогать, я буду... Открывать, открывай, вываливай сюда, мешай, польёшь вот этим соусом, который я всю ночь готовил. Да я смотрю, и рыбу ты всю ночь готовил. Норезал я, красавица. Вообще, прям вот, и упаковывал. Слушай, а как ты быстро готовишь? Ну, у тебя там куча детей же дома, да? Они вечно голодные. Подожди, куча это ты слишком, у меня их всего двое. Ну, двое, это уже славка. Нет, они вечно голодные, это факт. У меня не просто дети вечно голодные. У меня дети всегда хотят чего-нибудь этакого. У меня никогда дети не едят вчерашнее. Желательно, оно должно быть не только не вчерашнее, так оно ещё должно быть разнообразное. У меня сын регулярно просто рассказывает о том, что мама, а почему ты не готовишь разнообразно? У меня, ну, три недели, ну, знаешь, ротация еды в три недели. То есть, ну, я так стараюсь. То есть, не могу сказать, что они разнообразно, иногда новые блюда какие-то появляются, но мои... Но они у тебя всеядные, да? Да, слава богу, они у меня всеядные. Знаешь, самое для меня тяжёлое, это завтрак. Завтрак самое тяжёлое, потому что на завтрак, во-первых, я стою каждое утро в 6 часов, сына поднимаю в 6 часов, и на завтрак, когда мне сын говорит, мама, а я хочу чего-нибудь интересного и нового, это очень тяжело каждый завтрак. То есть, ты не планируешь чего-то заранее, ты планируешь сразу... Нет, я, нет, чаще всего я планирую, даже так, я утром стою и спрашиваю, что... Ты ещё вечером, вру вечером, спрашиваю, что ты хочешь на завтрак? Он долго-долго думает, называет какими-то два блюда, а потом говорит, нет, я не знаю, у меня сын не умеет делать выбор, абсолютно не умеет делать выбор. А кто его выбор делает? Ты или холодильник, потому что в холодильнике есть? Ну, чаще всего да, наверное, холодильник или я, потому что нет, когда он хотя бы два направления даёт, работать намного легче, ну как, готовить завтрак намного легче, потому что я уже знаю, что вот это он может съесть и это он может съесть, но вот позавчера у меня была феерическая ситуация на завтрак. Вечером я приготовила маффины с курицей, с оливочками, все вечером поели, с сыром запекла. Сказали, ой, мама, так вкусно, а у меня лишняя связь, я говорю, о, это будет ваш завтрак. Я говорю, да, утром я достаю маффины, разогреваю, посыпаю сырком, оно всё так плавится, такое всё вкусное, красивое. Выходит сын, ну, у меня сын очень тяжёлый человек, с утра он выходит, о, садится. Ровно 25 минут он ковыряет один маффин. Я ухожу в другую комнату и слышу, боже, за что мне это? Ну, естественно, у меня планка слетает, я вбегаю в кухню и говорю, всё, сегодня школа без завтрака. И у меня ребёнок пошёл, нет, я вру, я собралась, ушла гулять, пишу мужу текст. Сын не завтракал. Прихожу, муж говорит, он один банан съел. Вот, чаще всего это мой утро, моё завтрак, а готовлю быстро. Слушай, ну, а девочка, как у тебя вот она? С ней проблем, с едой, слава богу, проблем нет. Вообще, ну, то есть, ест она хорошо, нет, да, ест она очень хорошо, с удовольствием, причём порцию, если брать вот школу, в школу я кладу ланч. Вот, порцию кладу одинаково, ну, чаще всего одинаково. И она всегда съедает всё до последнего, приходит в три часа дня и кричит, мама, я голодная, быстро меня корми. То есть, ест, но потом она не ужинает, правда, вот она вот ест всю первую половину дня активно, а потом она на ужин может так что-нибудь перекусить. Слушай, ты каждый день собираешь детям в школу на обед? Обязательно. И обязательно что-нибудь, ну, вот, нет, обед, это у нас чаще всего стараюсь так подготовить, чтобы с ужина что-то осталось, ну, точнее, ужин готовлю так, чтобы его можно было потом положить детям на обед, но это обязательно, да. То есть, они у тебя школьные, не едят там, там, да? Ты знаешь, у меня, ну, как, я не знаю, как все дети, мои дети в этом плане очень уникальны, потому что я много, очень много готовлю, опять же, всё время дома, мы редко ходим по кафе, ресторанам, и все дети, мои дети мечтают всегда в кафе, всегда мечтают ресторан, даже невкусный гамбургер, сухой, просто два кучка хлеба, сухая котлета, это всегда будет вкуснее, чем я им тут же булочки испеку, тут же котлеточку, там, овощи нарежу. Нет, они будут закатывать глаза, мама, это вкусно, но если сказать, идём в ресторан, они говорят, да, конечно, только ресторан, вот. И поэтому, когда начался карантин, и ланчи стали бесплатными, нет, не так, да, когда начался карантин, и ланчи стали бесплатными, я детям сказала, домашняя или школьная? Они сказали, школьная. Я говорю, пожалуйста, неделя школьная, вторая неделя школьная, а потом с ней приходит, говорит, мама, а с ужина, говорит, ничего не осталось, я говорю, а в чём проблема? Я, говорит, возьму с собой на ланч, что-то, говорит, на школе слишком однообразно кормят и невкусно. Ну, вот, хотя у них в средней школе ланч был очень разнообразный, то есть у них первое, второе, компот, и там, как, с его слов, там, повар стоял, вам в гамбургер это положить, вот это положить, вам этим посыпать или вот этим, всё равно он потребовал домашнюю еду. А ты в лошадку лил в столовой? Я вообще никогда в школу не видел. Нет, ну, в элементарной школе, там, вот, там у них есть такая фельдка. Я была в один раз... Идёт как в такси. Так вот, один раз в жизни я была в школьной столовой, это было в Нью-Джерси, мы у друзей были, это был большой спортзал, в котором сбоку была такая маленькая кошка для выдачи, вот, и тётя на раздаче что-то, знаешь, как в фильмах в тюрьмах, так шлёпают, шлёпала детям в тарелки, и дети с этим шли, то есть это не было похоже даже на еду. По словам моих детей, у нас в школьной столовой, во всяком случае в средней школе, очень хорошо кормят. Дочка рассказывает, что у них в началке кормят, ну, корндоги, то есть какие-то снэки, то есть еду это назвать нельзя. Она как-то брала гамбургер, вегетарианский, она сказала, что это просто две сухих булки, между ними кусочек листик салата и всё. То есть в школе кормят отвратительно. Ну, а у них есть хоть там ланчбокс или термосарь, что ты думаешь, наливаешь им, борщ, пирожки или кебаб? Нет, ну, у дочки термос, сын отказался категорически от термоса. Ну, то есть у дочери жёсткая коробка для ланча, у неё термос и куча всяких снэков. А сын берёт обычную пластиковую тарелку с плотной крышкой, потому что у них в middle school есть микроволновки, и они там греют еду. А снэки-то какие вот, типа, рыбки? Я очень долго с этим боролась. Я категорически была всегда против покупных снэков, рыбок, чипсов. И я старалась это не давать. То есть я обязательно даю яблоко и полапельсина. Ну, каждому. То есть я беру яблоко, режу пополам, одному половину яблока на части, полапельсина другому, потом морковка, мини-болгарские перчики. Это вот обязательно. Сейчас вот либо маленький йогурт, либо дети пристрастились к молоку. Дочка с удовольствием пьёт просто белое молоко, сын берёт шоколадное молоко. Но я беру без сахара молоко. Вот. И уж, знаешь, скрипя сердце, я даю по 50 грамм какого-нибудь вот такого именно снэка. Дерьма. Да, я вот не хотела это слово произносить вслух, но именно так, да. Но обед преобладает, на мой взгляд, здоровой пищей, сбалансированной. То есть белки, углеводы, по минимуму жиров, то есть то, что пошло на зажарку, и кусочек маленький, чего-нибудь. То есть у тебя утро начинается с дурдумок, когда ты начинаешь там печь, жарить, там готовить, что-то в школу, что-то для завтрака. Ты знаешь, это всё на самом деле уже устаканилось, потому что я встаю, встаёт сын. Вот наше утро, оно прекрасно, понимаешь? Я понимаю, что сын, хотя и Бука с утра, но он любит это. Мы в 6 утра оба просываемся по будильнику, он приходит, он меня обнимает. Он, наверное, единственный, кто меня обнимает утром. Он меня обнимает. Вот мы стоим обнявшись, он уходит тихо-тихо досыпать в мою кровать причём. Я выхожу на кухню, и то есть я уже имею чёткий план, что я буду делать. Либо вот вчера я встала на 20 минут раньше, у меня были оладушки. То есть я встала в 5.40, намесила... На дрожжах? Нет. Вчера были быстрые оладушки, без дрожжей. Вот намесила оладушки, нажарила. То есть где-то в 6.15 у меня уже всё было готово. Я поднимаю дочку и сына. Они сами себе берут сметану, что им надо к этому. И я свободна. То есть в плане того, что с ними я закончила. А чай наливаю, а чай. А потом я быстренько собираю им, грею... Дочери обязательно грею термос, грею в микроволновке еду. Вот, Снеки быстро покидал. И где-то в 6.30 я выхожу... Это время моё начинается. Я выхожу на прогулку. На пробежку, прогулку, когда какое настроение. И до 9 часов я полностью отдана сама себе, и я гуляю. Ну, а обед у вас как происходит? А вот тут ты первый вопрос задал. Насколько быстро я готовлю? Слушай, давай-ка... Мы время достигаем как в хоккее или как в футболе? Я не знаю, как... К чему он отличается? Ну, в хоккее... Как вот... В футболе время включили полтора часа. Они там бегают полтора часа, да? Ага. Потом, если я считаю, что они много стояли, там им дополнительное время дают. А в хоккее-то вот они свистнули, сыграли, 5 секунд, все упали, свисток... Не, мне футбол больше нравится. Футбол, да? Ну, нет, футбол больше... Давай так, типа, как в хоккее готовка. Да, потому что 5 минут уже давно прошло, мы так мило беседуем. Смотри, это лосось в гавайском соусе. Ну, вот такая порция у нас примерно на 2 человек хватает. Так, мы положили, да? А если мы к нему красить, это что делать? А можно я посвинничаю и попробую отдельное лосось в соусе без риса? Да, конечно, можно эти палочки там даже... Тебе палочки любил бы дать? Палочки, палочки. Палочки, да? Я уже руки испачкала. Ничего страшного. Все мы сейчас вывозим. А может, ты мне еще мастер-класс покажешь? Палочки. Очень просто, смотри. Вот. Ну, тем какой стиль? Корейский, японский или китайский? Боже, я чувствую, я с тобой открою для себя мир. Ну, деревянные палочки, это Япония, Китай бывает, корейцы едят железными. Нет, тогда деревянные. Да, ну, у нас деревянных других нет. А вот все, берешь и чок-чок пошло. Все, я поняла. Да, все, элементарно. Можно это все приукрасить икрой. Икру красную ешь, нет? Да. Да, это вот. Знаешь, как я ее ем? Икра радужной форели. Она еще красная бывает? Я имею в виду, она красная, бордовая, красная, с коричневинкой. Черная, красная и баклажанная, да? Ну, я бы тебе еще угостил икрой с этого улиточной, да? Ну, просто сейчас... И улиточной? Да. Классная. Вообще... Подожди, подожди, улитки, которые ползают по винограду, они дают икру? Да, виноградные улитки делают икру. Это самая дорогая икра в мире. Ты шутишь? Нет, абсолютно серьезно. А где они ее откладывают? Под листиками? Я пойду собирать. Ну, есть ферма улиточная. Не, ну, хорошо, ферма, ладно. Вот я иду в сад, у меня виноград, улитки, они ползают по листикам. И где мне искать икру, которая самая дорогая в мире? Ну, сначала ты должна отделить мужчин от женщин. Это надо за ними бегать и спрашивать, вы кто? А, нет, ну, мужчина, я бы сказал, с чем, вот, тем, этот, этот... Не шути. Нет, шучу. Улитки-гермафродиты, наверное. Я тоже так думаю. Это с этим... А это чья икра? Это ежовая икра. А-а-а, вот из тех вот колюченьких, маленьких, олечка. Ну, они, тут, колюченькие, большие, вот, как пол моей головы, наверное, есть такие. Но они тоже на ферме или с океаном? Нет, это дикий с океана. Отличие этого, здесь очень богато йодом. То есть, ну, одна из проблем Америки, это, ну, очень большое заболевание щитовидки у женщин. Почему-то я много женщин знаю, знакомых, все там, все там, на таблетках. Вот это богатейшее содержание йода в этой икре. Она посолена, помаринована или свежая? Она свежая. Она свежая, к сожалению, это последняя, я хотел, я хотел ежа протащить. Я хотел ежа протащить, здесь мы взломали бы. Теперь ты от меня не отделаешься, я приду к тебе в гости и смотреть на ежа. Сезон закончился. А что, ты меня выгоняешь? Нет. Сезон же когда-нибудь начнется. Ну, это в следующем январе будет, в декабре, по-моему. Ну, я надеюсь, напроситься в гости в январе, в декабре. Попробуй, пять минут подходит к концу. Как есть это, да? Да, вот есть это с рисом или можно просто вкусняшки съесть и все. Нет, ну, вообще-то наши азиатские братья, они едят все с рисом, они только берут. Ты знаешь, тогда я хочу быть узбечкой, потому что они делают это рукой и побольше. Тебе ложку дать? Да, давай ложку, потому что палочками я буду очень долго это ковырять. Или буду узбечкой. Ну, твои дети вот такое блюдо будут есть? Ну, подожди, подожди, я продегустирую и тебе полностью отвечу. То есть, если у нас будет вторая серия, значит, ты выжила и будешь кормить детей вот с такой штукой, да? Боже. Отец, это, это феерично. Так, ты сегодня не голодный? Нет, не переживай, риса много, он немножко недоварен, но ничего. Нет, рис вот то, что надо. Не знаю, как рис... Я тебя спрашивал, ты сможешь ссорить рис по-азиатски? Ты не тот рис взял. Нет, это тот рис, просто если вы азиаты, когда делают рис, они его меньше моют, чтобы он был такой немножко склеивающийся. Иначе, палочками ты его по одной будешь есть очень долго. Палочки. Я вот сейчас пробую твою икру, хотелось бы сказать. А, морюк, простей. Ежовую икру. Это первый раз в жизни для меня. Ты никогда ела? Нет, вообще никогда в жизни. Это... Подождите, вот день твоего рождения я знаю, да, 28 сентября. А откуда ты вообще родом-то? Я из Краснодара. Краснодар, привет. Все, кто с Краснодаром, подписывайтесь, мы будем еще глумиться до дней. Слушай, это очень вкусно. Если узнаете, пишите. В Краснодаре этого нету, да? Ну, нету, конечно. Нет, ну... Не, может быть, в каких-нибудь ресторанах и есть, но... Просто это что-то для меня безумно новое. Оно текстура такая вот... Я почему-то всегда, когда об этом всем вижу и смотрю, кажется, что это склизкое, противное. Оно такое мягкое, такое нежное. Тает во рту. Ну, подожди, подожди, ты вот дойдешь до японского ресторана, закажешь себе, называется это Уни, те принесут, ты расстроишься очень сильно. И поймешь, что она у вас есть всю коробочку за раз. А зачем ее есть за раз? Если такое, я возьму домой и дома буду по чуть-чуть, никому не показывая. Ну, смотри, здесь нет никаких консервантов. Это все ограниченный полет. Ну, вот... Это из одного ежа или из нескольких? Это из одного ежа. Вот эти все кусочки и вот это, это из одного ежа? Да, да, да. Это черный еж. Еж был? Еж был, ну, примерно, вот с эту тарелку. Кстати, тебе черный производство достал последнюю тарелку такую в моем доме. У меня их было штук 12 стояло, дети выбирали посуду. Это самый лучший размер. И вся пачка грохнулась, а их больше не продают отдельно. Это мой любимый размер, я бы сказала. А, ну, понятно. Вот это, вот это. Я не люблю вот такой размер, это слишком маленькая для них. Ну, ты скажи, ты вот, такое твои дети будут есть или нет? Сын будет. Да? Сын однозначно будет. Дочь будет ковыряться, я думаю. Хотя, вот ты знаешь, по поводу сына, вот рыбу и рис будет обязательно. Икру, у меня сын в этом плане уникальный ребенок, потому что он с самого маленького, маленького возраста, он ее пробует. Он видит, что люди ее едят, получают от нее удовольствие. Он приходит, пробует, плюется и уходит. Сейчас ему 13 лет, он посмотрит, до сих пор так же. Он проверяет, может быть, что-то случилось, и ему понравится. То есть, икру, наверное, сын есть не будет, дочка будет икру есть. То есть, они разделятся. А вот икру ежа буду есть я. А улиточная? Ну, если ты мне расскажешь, где ее доить, то я обязательно ее буду есть. Как у нас ферму обратно отстроят во Франции, мы тут начнем получать заново. Она классная, она красивая, она белая. Зачем меня дразнить, вот как только ты скажешь. У меня есть икра, я сразу же приезжаю, и мы ее пробуем. Но она, по моему вкусу, только как декоративная классная. То есть, для украшения ее не едят? Ну, ее едят, ее едят. Нет, я имею в виду, то есть, вкуса у нее нет, запах у нее нет. Что вообще, какая в ней проблема? Есть вкус, есть запах. Ну, не знаю, но я вообще человек всеядный. Да, я тоже. Чего ты, кроме нее, от собак, до всяких жучков, да? Ну, вот икру улиток, кроме меня, в моей семье никто не попробовал. Все посмотрели, поговорялись. Слушай, вот сына моего старшего видела, да? Вот он тоже всеядный, он так взглянул на нее и сказал, ну ладно, я как-нибудь потом в другой раз, да. И все, я не стал есть. Это не так. Слушай, мы дошли до обеда с детьми, а что у тебя на обед? У тебя там блюдо из каперстораницы, меню из четырех блюд, начиная с закуски. Нет. Нет? С обедом. Знаешь, я сначала сказала, что я не люблю завтрак, потому что с завтраком вроде все сложно. С обедом, оказывается, все еще сложнее. Потому что дочь ест красный борщ, сын ест зеленый борщ. Вместе они соглашаются на куриный суп с вермишелью. Если он с маленькими куринными фрикадельками, тогда они с удовольствием на него соглашаются. И тут начинаются, знаешь, манипуляции детьми. Я варю. Какой борщ я варю? Вот этот. Тогда один из них говорит, о, я тогда без обеда. Хорошо, без обеда. А давай ты съешь борщ, и я тебе дам что-нибудь. И начинается торгашество. А что ты нам приготовишь? А давай вот что-нибудь вкусненькое. А давай на закуску пироженка. Давай на закуску что-нибудь. Хотя бы салат. И тогда дети соглашаются. То есть, на самом деле, обеды у меня не очень разнообразные. Потому что угадать, что дети будут есть, очень сложно. Мне проще их, опять же, покормить чем-нибудь. Вот рис будут есть всегда. Раньше я всегда думала, что дети едят в моей гречку лучше. То есть, и то сыпучее, и то сыпучее. Но в последнее время едят преимущественно рис. Причем, у нас сейчас такой бум азиатского всего. Потому что у сына друг китаец. И вот это всегда, знаешь, со слезами на глазах для повара слушать. Мама, а сегодня у Рейна было 10 баночек. Там рис с кимчи. Там что-то такое, там что-то эдакое. Оно все так красиво выглядит. И начинается. Давай, Сережа, я тебе сделаю супрамами. Давай. Мама варит бульон. Мама там мяско готовит. Потом покупает овощи специальные. То есть, все заливает. Там отдельно лапшичку. Все так, знаешь, как в ресторане на тарелочку выкладываешь. Сын белый первую ложку говорит. Лучше бы ты взяла пакет готовый. И залила мне его кипятком. Вот и весь вот за помами на еди. Ну, то, что я видел, азиатки делают, сейчас тоже они вот берут пакет, заливают его готовым бульоном, добавляют там все, что было в холодильнике. Не плесневело. Не плесневело. И можно уже даже не заморачиваться с обедом. А у вас черный соевый соус или белый? Черный. А белый? Даже не пробовала. Я это тоже никогда не пробовал. Я думала, ты сейчас так раз из-под стола достанешь, а у меня все есть. Где-то лет 8-10 назад я узнал, что есть белый соевый соус. Потому что мы делали икру с соевым соусом для японцев. А там они используют белый соевый соус. Там такая технология несколько отличается от соления икры. Но вот в душах наших клиентов это отзывы не нашло. Очень долго продавалось. Кто-то жаловался, что ой, так пахнет соевым соусом. То есть он другой на вкус? Ты знаешь, она мне больше нравится. То есть, что такое икра? Икра это соль. Посолили, закатали и заморозили. А я сахар кладу. Чуть-чуть. Если ты будешь ложить сахар, у тебя просто жизнь икры в холодильнике будет меньше. Наверное. Есть одна компания, она ложит не сахар, она ложит искусственный сахар с орбитол, чтобы убить вкус соли. А соль имеет вкус? Ну, она чувствуется у нас менее соленая. Ну вот на самом деле, когда что-либо готовишь, вот для баланса соли и сахара, то есть если ты что-то, ну, торт делаешь, да, ты кладешь сахар. И чтобы сахар был ярче, всегда кладешь соль. То есть это два таких неотъемлемых компонента, которые подчеркивают друг друга. То есть я не знала, что с сахаром можно убрать вкус соли. Я знала, что с солью можно подчеркнуть вкус сахара. Ну, они добавляют, есть технология, то есть единственная компания на Аляске, которая делает именно, вот добавляет там один консервантик немножко и добавляет этот вот заменитель сахара. А остальное, вся Аляска делает, это соль, посолили, заморозили. Или это икра из Аляски, правильно? Это не с Аляски, это местного разлива, это сделано в такоми, это сделано из радужной форели, которая в массовом... А, на ферме? На ферме, да, она не водится. Ну вот они решили попробовать сделать. Икра, в принципе, приличная, но не с Аляски, но не дикая. А можно я так тебе сейчас скажу свое мнение? Давай. Какой-то я еще ложкой вот так вот ела икру. Ты знаешь, икра плотная, то есть зернышко от зернышка отделяется. Вот у меня муж раздражается, а я люблю вот взять икру и вот по одной икринке вот, чтобы она хлопала, чтобы она не расплывалась, потому что у нее нет оболочки, а вот чтобы она именно так вот хрустела. Ну, ну, сразу видно, я человек азиатский, я в Азии родился, когда Азии прожил. Ты человек европейский, ты вот украине хрена не понимаешь, что... То есть она должна расползаться во рту? Ну, вот эта икра плотная, она на азиатском рынке бьет. Ну, азиатский рынок для Японии. Ну да, то есть они ее есть не будут? Они ее есть не будут. Потому что она жесткая? Ну, потому что она перезрелая считается для них. Боже, ее еще надо вовремя собрать, как урожай персиков? Ну, более, более сложный процесс. Более сложный процесс, я как-нибудь расскажу. Но японцы вот эту икру не будут есть, потому что она считается у них перезрелой. Наш брат ее любит, потому что она не держится хорошо, не от лопанцы. Она фотогеничная. Да, да, да. То есть можно есть ее ложкой, сфотографироваться и всем друзьям послать, что ты ешь. Рис, ой, икринка от икринки. Она так еще будет спадать на тарелку. Да, да, да. Так, и закончим мы ужином. А что у вас нужно? Наверное, торт Наполеон, да, или... Ну, торт Наполеон, это, знаешь, карьера моего ужина, потому что муж, это любимый торт мужа, он всегда, что ты нам приготовишь? И я начинаю там, ну, что-то перечислять, ну, если торты, я могу вот это сделать, вот это сделать, а Наполеон, а Киевский? Вот Наполеон и Киевский, это вот самые любимые, наверное. Нет, ужин, ужин это быстро, и, к сожалению, ужин это раздельно. Я люблю, наверное, больше всего выходные, когда у нас полностью совместные завтраки и ужины. Когда вот вся семья собирается, все вот, пусть даже ковыряются в тарелке, но все равно идет какое-то такое общение. И люблю те вечера, когда ужин получается всей семьей. У меня просто супруг не завтракает и не обедает, он выпивает чашку кофе и ранний ужин. И поэтому ужин их совместных практически не получается или получается очень редко. И получается, дочь опять же, она все утро кушает, весь день кушает, и к ужину она может прийти, и там вот именно как кусочек торты Наполеон съесть. То есть на ужин она даже не посмотрит. Вот, получается, ужинаю я и ужинает сын, потому что он приходит с тренировки, и это уже 9.30 вечера. Мы как самые неправильные по диетам во всем люди начинаем ужинать 9.30. И вот, и поэтому на ужин либо что-то, что я приготовила до этого супругу, это будет обязательно мясо. То есть мясо это у нас обязательно, то есть на ужин это либо рубленое мясо, либо мясо куском, запеченное, жареное, не вареное. Вот, наверное, макароны в Афлотске мой супруг есть не будет. Вот, то есть это должно быть именно, знаешь, визьмишь в руки, маешь вещь. А вот, и гарнир, и то гарнир едят только дети. Опять же, идет хорошо рис и пюре. Не, макароны. Макароны, наверное, у всех детей это самое любимое блюдо. Вот, и сыну, так как он спортсмен, опять же, кусок мяса и побольше. То есть сын у меня мясо есть на все приемы пищи. Вот, и гарнир не так себе, и много салата. То есть мясо, салат, это наш, наверное, ужин. Иногда, ты знаешь, вот я удивилась своему ребенку, ну, в смысле сыну. Иногда у него бывает, вот мы дома, вот для меня рыба это эксклюзив, потому что я, мы ее не едим. И вот иногда сын говорит, а я хочу рыбу. И я иду в магазин, покупаю ему, ну, филешечку. А вот, ничего сложного, посыпал, посолил, поперчил и в духовку. Буквально сколько, 10, ну, максимум 15 минут достал. И только после этого полил лимонным соком. А вот, и вот тогда сын может вот прям вот эту вот всю порцию съесть и съесть. И во сколько у вас вообще кухня закрывается? Или у вас еще есть полуночное хождение? Нет. Кухня закрывается вот в 9.40, наверное, закрывается кухня. У нас приходит, это самое, посудомойка. То бишь, опять же, я только в фартыке. Мою остатки посуды и все. А все, что там дети хотят подъесть, это какие-нибудь печеньки, там, вкусняшки. Ну, тоже домашнее все в основном. Это уже, я ухожу спать и за этим уже не смотрю, сколько раз они подходят на кухню и в холодильник. И до следующего завтрака, да? Ну, да. Ну, слушай, вот мне интересно, нам вот как-нибудь, простите, Денис, у тебя в доме, мы приедем туда в 5 утра, тебя поднимем, разбудим и посмотрим, как это. А зачем приезжать ко мне? У меня слишком мало места. Поехали куда-нибудь вместе отдыхать. Да нет, ничего, мы место найдем, да. Ладно, ну, я рад, что тебе это понравилось, Бурдухень. По времени это... Как ты это назвал? Бурдухень. Ха-ха-ха, я думала, это блюдо имеет какое-то название. Соус, это классический гавайский соус, поке, то есть в Гавайце там что-то смешали. То есть это мы ели поке, получается? Да, да, да. То есть и рыба была сырая? Да, рыба была сырая. Так, подожди, сейчас будем вызывать скорую помощь. Ну, подожди, у меня таблетки есть, не переживай. Рыба была сырая? Да, хотя вот, подожди, камера выключится, и мы это снимем. Игра была тоже.